МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, это моя родина, село Кумунда, моя родина непосредственная. Я здесь родился, вырос и вернулся сюда буквально недавно, в январе этого года. В марте начала существовать моя театральная студия. И могу пару слов еще сказать о том, что я закончил. Академию культуры и искусств в 2013 году. Потом он служил в Вадоне, в отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Эдмудовича Дзержинского. Участвовал в параде на Красной площади в составе военного оркестра и играл на тубе. А потом какое-то время работал в ТОП-театре, это коммерческий театр в городе Омск. Он тогда существовал под руководством Игоря Леонидовича Григорько. После этого в Бийске работал практически три сезона. Ну, потом небольшие проблемы со здоровьем случились, поэтому пришлось какое-то время отказаться от театра. Ну, я очень люблю театр. Подрабатывал, ну, то есть работал не только артистом, подрабатывал монтировщиком, подрабатывал театральным плотником, бутафором. В общем, полностью всегда был влюблен в это искусство. Какое-то время работал после этого в Набережных Челнах, до этого в Перми. Вот моя крайняя точка дислокации был театр имени Владимира Павловича Гуркина. Это режиссер и драматург, который написал пьесу «Любовь и голуби». Вот, и я работал на его родине, в городе Черенково Иркутской области. Ну, после чего уволился по собственному желанию, приехал сюда и решил начать свое дело. В общем, театр, вы знаете, от и до. Ну... Со всех его сторон. Не буду бахвалиться, не буду, так скажем, нахваливать себя, но не то, чтобы я знаю его от и до, я просто люблю... Изучали. Да, это искусство. И без него не могу, поэтому решил рискнуть, попробовать и создать свой театр. Пусть даже любительский, но многие профессиональные театры начинались точно так же. Да, да. Вот. И у меня работают разные люди совершенно. Ну, мы сейчас об этом расскажем. И разного возраста. 2 июля буквально состоялась ваша премьера спектакля «Очень простая история» по пьесе Мария Ладо. И у нас есть фрагмент. Мы его сейчас посмотрим и покажем телезрителям. Я – свинья. Меня вчера хозяин зарезал, а утром повезут на рынок продавать. О, Господи, проси мне все мои прегрешения, а! Да что же оно такое делается-то, а! А летаю я теперь потому, что я ангел! Посмотрели фрагмент. Расскажите вообще, в чем смысл этого спектакля, то есть его историю, сколько было героев и кто были участниками его. Там восемь героев, восемь персонажей. Пьеса, ну, хоть у нее такое название, очень простая история, я бы не сказал, что она очень проста, потому что там много философии, много таких житейских тем, о которых стоит задуматься. Ну, зрители хорошо восприняли этот спектакль, и многие говорили со стороны, то, что были моменты, где можно было искренне засмеяться, где можно было заплакать. А персонажей могу сейчас перечислить. Давайте, расскажите. Пьеса интересная, все действие происходит в таком деревенском сарае. То есть персонажи не только люди, но и животные. Вот, перечислю их. Лошадь-сестричку, там еще в скобочках у драматурки написано, старая. Ее играла Алла Ивановна Горелик, которая была у меня преподавателем математики в школе. Учительница. Да, да, то есть, как бы, и знакомые люди у меня работали. Корову Зорьку играет Татьяна Егоровна Серикова. Взрослый человек и очень восприимчивый, опять-таки, к творчеству. Мне приятно было с ней легко работать. Пес Крепыш – это самый молодой у нас человек, Дмитрий Нечаев. Петуха у меня играет, несмотря на то, что это мужская роль, у меня играет девушка Анастасия Риммер. Тоже замечательная артистка, с ней было приятно работать. Ну, что я сразу скажу про всех, то, что со всеми людьми было очень приятно работать, потому что они, так же, как и я, заинтересованы искусством и готовы были. Мы с ними не только репетировали конкретно эту сцену, занимались тренингами, мы поэтому студией и называемся не только театром, потому что мы, я с ними занимался актерским мастерством по системе Станиславского и по другим еще школам. Ну, как бы, что-то им пытался преподнести. Сколько вообще готовились к спектаклю? Сколько репетитов? Ну, около двух с половиной месяцев. Опять-таки, потому что у всех, помимо этого, еще своя работа. И нужно было под всех подстраиваться, всех собирать. Вот, я договорю по персонажу. Ну, получается, хозяином у меня играет Давид Салаян. Хозяйкой играет Оксана Машковская. Свинью – это один из главных персонажей у нас играет. Вот вы видели на видео, она там уже превратилась в ангела. В итоге, как бы, ну, после того, как ее закололи. Играет Оксана Жукова, соседа. У меня тоже играет, там, сосед, деревенский пьяница. Его играет у меня женщина, но она играет гениально. Мне понравилось с ней работать. Это Светлана Анатольевна Князева. Она руководитель Дома культуры в поселке Октябрьский. Здесь недалеко, в нашем районе находится поселок. Ну, роль Алексея, сына соседа, мне пришлось сыграть самому, потому что я не нашел артиста. Ну, и тоже, опять-таки, каким-то своим опытом с ними поделился. И каждый раз, выходя на репетицию, так скажем, не имел малейшего морального права на ошибку, потому что нужно было соответствовать своему уровню и выглядеть на высоте, я старался. Дашку, дочь хозяйки, играет Елена Алпаткина. Она работает специалистом по кадрах. По кадрам в больнице в Центральной районе. Что я могу еще сказать? Можно отметить, что играли вообще люди разных профессий. В этом особенность, наверное, вашего театра, студия. Ну, видимо, да. Как особенность, пожалуй, любого любительского театра. И в этом еще есть, как бы, еще есть своя изюминка, свой такой момент, что сплоченности коллектива, то, что всем, несмотря на свои какие-то житейские трудности, проблемы, несмотря на то, что все заняты другими делами, это было интересно, это было в удовольствии. И они с удовольствием собрались, чтобы вот воссоздать эту модель, сделать этот спектакль. Художник-постановщик в этом спектакле мой отец, Владимир Федорович Токаренко, он преподаватель в школе искусств, заведующий художественным отделением художник. И он мне очень сильно помог, чтобы создать вот эту полную картинку. И я надеюсь, что мы его сыграем еще не раз. Да-да, когда еще ждать спектакль? Ну, мы вот как раз-таки хотим съездить в Октябрьский поселок, чтобы предоставить его вниманию зрителей там. Здесь еще пока что не было никакой договоренности, но я надеюсь, что мы и на родной площадке его еще не раз повторим и сыграем. Ну и в гастроли уже планируете. А также, да, а также планируем осенью на фестиваль, если я не ошибаюсь, в Бурле. Лариса Алексеевна, директор этого Дома культуры нашего, которой тоже большое отдельное спасибо за помощь, за помощь в финансировании, в принципе, за помощь в создании коллектива. И, если я не ошибаюсь, она говорила, что в Бурле будет фестиваль. Я надеюсь, что мы съездим и возьмем там хорошую какую-нибудь премию. Хорошо, спасибо вам большое, удачи. Я напоминаю, что телеканал Катунь24 работает в Кулунде. Не переключайтесь, смотрите нас.